Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описания. Опубликованные книги, сокровища искусства, картины знаменитых мастеров, художественной репродукции в фотографиях, перевод и дополнение под редакцию Александра Бенуа, издательство 1904 года. Джованни Беллини. Венецианская школа. Портрет Дожа Леонардо Лоридана. Джованни Беллини учился сначала у своего отца, талантливого живописца Якопа Беллини, затем развился под влиянием Монтенни в Падуе. Вследствие этого он соединил в своих картинах сильную характеристику и пластиковую форму. Последнего с изяществом и мягкостью первого. С 1464 года Беллини переселился в Венецию, где под руководством Антонелло де Мессина выработал блестящий и сильный колорит. Беллини удалось избавиться от сухости и ограниченности форм прежних мастеров. Он имел большое влияние на Джорджоне, Пальму и Тициана, в лице которых итальянское возрождение в Венеции достигло высшей точки своего развития. Два великих события – открытие морского пути в Индию и открытие Америки – имели огромное решающее влияние на судьбу Венеции, которая в это время достигла апогея своего могущества и своей славы. Правление Дожа Лоридана представляет собой вместе с тем период расцвета венецианского искусства. Более пожилые мастера с Джованни Беллини во главе были еще тогда в полном блеске своего творчества, и лучшие их произведения относятся к этой эпохе. В то же время и более молодая школа художников праздновала свои первые блестящие победы. Почтенная фигура старца Дожа стоит на первом плане великолепной картины того времени – «Владычица Морей». Черты его сохранились на медалях и в профильных рельефах, на бронзовых цоклях, держащих древние знамени на площади Святого Марка. Но наиболее убедительно и художественно передает лицо Лоридана Джованни Беллини, которому одному только дано было право писать Дожа с натуры. Этот портрет, хранящийся в Лондонской национальной галерее, считается одним из лучших портретов всех времен. Благородные черты старца Лоридана выражают проницательный ум, и полны, вместе с тем, сердечной доброты. Лицо его приветливо, но и непроницаемо, сосредоточено, просветлено. По-видимому, энергичный характер Лоридана был создан для его высокого положения, окруженного всевозможными опасностями, завистью других властелинов и собственных соотечественников. Ну вот такое описание картины я нашел в книге издания 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотографиях». Баде Кнампа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин